В преддверии 550-летия Чебоксара в Национальной библиотеке Чувашии прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная знаменательной дате. Краеведы и историки из разных городов страны говорили о становлении и развитии Чебоксар. Чебоксарам 550 лет. Дату рождения города по традиции принято определять по его первому упоминанию в письменных источниках. Но многие историки и краеведы считают, что столица Чувашия была основана гораздо раньше. По мнению археологов, именно в конце XIII века возникает областеление с городскими чертами. На это указывает комплекс вещей. Вот, да, на слайде видно, в том числе поливная керамика синей бирюзовой поливы на каршинной основе. Это пока всего лишь предположение. Чтобы они переросли в доказательства, нужна большая исследовательская работа. Археологические раскопки на территории старого городища ведутся почти век. Безусловно, в силу обстоятельств они не раз прерывались. И все же многие историки отмечали в своих работах наличие мощного культурного слоя средневековых чебоксар. Это подтверждают и археологические находки. В 1969 году начались масштабные археологические исследования города. Эти исследования связаны с именем Василия Филипповича Каховского и Юрия Алексеевича Краснова. Хоть мы и говорим масштабные, но в целом общая площадь раскопок составляла около 800 квадратных метров. Конечно, для города это мало, но тем не менее эти раскопки принесли очень благотворные результаты. Они проходили в основном в низинной части города, ту, которую мы называем посадом, городским посадом. И был выявлен уникальный культурный слой, так называемый мокрый культурный слой, когда во влажной среде хорошо сохраняются древесины и энергомические материалы. Значимым событием в изучении истории Чебоксар стали и раскопки 2013 года. Тогда в сквере Константина Иванова на месте бывшего Никольского монастыря предположительно были найдены останки бабушки первого русского царя из династии Романовых Марии Шестовой. Исследование не удалось довести до конца. Такую масштабную работу необходимо завершить и найти для этого средства, подчеркнул глава Чувашии. Без истории нет будущего. Историю надо знать, историю надо передавать молодым поколениям. Столица республики хранит еще немало тайн. Раскрыть хотя бы часть из них можно с помощью книг о любимом городе. Последняя, которая известна нашей итальянской аудиторией, это Чебоксар и исторический очерк, первый выпуск. В настоящее время находится в производстве, в Чебоксарском книге издательства, вторая книга из этой серии. Он так же называет Чебоксар и исторический очерк, второе дополненное издание. Хотим принести городу еще один подарок. Мы его все любим. Он для нас всегда останется и древним, и молодым. К дискуссии по поводу даты основания Чебоксар ученые умы вернутся еще не раз. Если говорить о времени возникновения здесь поселения, то ответ на это могут дать только данные археологии. Ну вот сейчас мы имеем 14 век. Уточните туда должны последующие исследования. И в первую очередь находки кладов отдельных монетов, поскольку купцам приходилось или прятать казну в случае опасности, либо расплачиваться по дороге со местными жителями. Так что следующее слово за нашим. Материалы сегодняшней конференции тоже войдут в новую книгу о столице. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.